Биотехнологическая компания Colossal только что объявила о чём-то невероятном. Они утверждают, что вернули из вымирания лютоволка. Но так ли это на самом деле? То, что они сделали, гораздо страннее и, возможно, даже важнее. Их команда создала совершенно нового хищника. Не клон, не возрождение, а новый вид. Эти милые детёныши созданы из генетически модифицированных волков, сформированных с использованием древней ДНК и передовых биотехнологий. Так что подождите, нас ждёт кошмар из парка Юрского периода. Давайте разберёмся. Лютоволк был огромным мускулистым хищником, который бродил по Северной Америке тысячи лет назад. Большинство считает, что это были просто более крупные серые волки, но не дайте себя обмануть внешностью и названием. В 2021 году было опубликовано знаковое исследование. Команда учёных из крупных институтов изучила ДНК лютоволков и обнаружила нечто шокирующее. Эти существа не были просто большими серыми волками, даже близко. Они были отдельным видом. Генетически лютоволки отделились от волков примерно 6 миллионов лет назад. Для сравнения, люди и шимпанзе разошлись около 6-7 миллионов лет назад. Таким образом, лютоволки и серые волки также отличаются друг от друга, как мы от шимпанзе. Они похожи из-за так называемой конвергентной эволюции, когда два вида развивают схожие черты, потому что живут в похожих условиях. Подумайте об акулах и дельфинах. Оба обтекаемые, оба хищники, оба охотники в океане, но разные животные. И дельфины гораздо милее. Колоссал заявила, что возродила это животное. Драматичное и смелое утверждение, но это не совсем правда. На самом деле, они генетически создали новый вид волка. Это не лютоволк и даже неизвестный вид. Это синтетическое животное, которое никогда раньше не существовало. И это огромное событие, одновременно невероятное и пугающее. Компания взяла серых волков и модифицировала их гены, добавив ДНК лютоволков, что довольно необычно, ведь, как мы сказали, эти два животных не родственники. Они совершенно разные виды. Колоссал, однако, проигнорировала это. Они утверждают, что серый волк – ближайший живой родственник лютоволка, и что данные это подтверждают. Но какие данные? Они их пока не показали. Это просто заявление. Почему они вообще называют это лютоволком? Они говорят, что их детеныши достаточно близки к лютоволкам и, возможно, могут выполнять ту же роль в экосистеме. Если они ведут себя как лютоволки, ходят как лютоволки и охотятся как лютоволки, разве это не считается? Звучит довольно мрачно. Но если быть честными с терминами, то не совсем. Биологически, генетически, эволюционно – это модифицированный серый волк. Так что, насколько это хорошо или плохо? Давайте разберемся. Хорошая сторона в том, что такие исследования могут помочь восстановить экосистемы планеты. Колоссал и подобные команды разрабатывают технологии, которые могут быть использованы для особенно важных целей. Мы не замечаем этого в повседневной жизни, но виды тихо и постоянно исчезают. Ученые подсчитали, что более одного миллиона видов сейчас находятся под угрозой. Когда экосистема теряет вид, особенно из-за действий человека, это как вытащить кубик из башни Дженго. Слишком много пропавших кубиков, и вся конструкция начинает шататься. Но Колоссал считает, что если мы не можем вернуть точно такой же кубик, мы можем создать похожий, чтобы стабилизировать структуру. Например, они также работали над клонированием гибридов красного волка и койота. Это может помочь восстановить экосистемы Соединенных Штатов, где когда-то процветали красные волки. Все инструменты, созданные этими учеными, могут даже помочь с видами, которые сейчас находятся под угрозой. Еще одна потрясающая часть — ученые, работающие с Колоссал, нашли настоящую, пригодную для использования ДНК лютоволков. Это само по себе огромное достижение. У нас есть ископаемые останки лютоволков, множество из них из смоляных ям Ла Бреа. Но эти окаменелости пропитаны смолой, из-за чего их ДНК обычно разрушена. Однако команда нашла кости лютоволков возрастом более 12 тысяч лет. Эти образцы дали исследователям достаточно материала, чтобы начать строить геном лютоволка. Неполный, но базовый чертеж. Даже если игнорировать создание нового вида, это достижение все равно огромно, потому что оно поможет нам изучать вымерших лютоволков в деталях. Мы можем узнать об этом животном больше, чем когда-либо. Это буквально молекулярная археология. Но все это здорово только до определенного момента. Спорная часть, конечно, связана с парком юрского периода. Мы больше не просто сохраняем виды. Мы начинаем вытворять с ними что-то странное. Естественно, это вызвало массу опасений. И обычные люди, и ученые теперь активно обсуждают это и проявляют много скептицизма. Еще одна проблема в том, что реальные экосистемы намного сложнее, чем кубики Дженго. Они полны движущихся частей, миллионов, которые постоянно подстраиваются друг под друга. Если добавить в эту смесь новый вид волка, он не будет реагировать так, как это делал лютоволк. Времена изменились, экосистема изменилась, вымирание произошло, природа адаптировалась, и выпуск этих детенышей в дикую природу сейчас может быть даже более дестабилизирующим. Поэтому эти новые волки не будут выпущены в дикую природу. Они не будут охотиться на бизонов или бродить по древним лугам. Тот мир давно исчез. Их добыча исчезла. Их экосистема исчезла. Вместо этого они останутся жить в лаборатории. Но если мы начнем вводить созданные человеком виды в экосистемы, что произойдет, когда экосистемы начнут зависеть от этих искусственных видов для выживания? Как я всегда говорю, почти невозможно выбраться научным путем из ситуации, в которую ты сам себя загнал. Если не изменить поведение, наука может быть лишь яркой, но не решением. В любом случае, это сложные и важные вопросы. Пока мы можем хотя бы выдохнуть с облегчением, что никто не собирается возвращать динозавров. Да, ДНК не сохраняется дольше 1 миллиона 500 тысяч лет. А окаменелости динозавров теперь – это камень, а не клетки. Из камня клонировать нельзя. Но как насчет животных, которые исчезли недавно? Существ, которые жили во времена ледникового периода. Или даже всего один век назад. Они в пределах досягаемости. Самый известный пример – шерстистый мамонт. Эти лохматые гиганты когда-то топтались по тундрам севера, формируя природу, сбивая деревья, утрамбовывая снег и удобряя почву. Их исчезновение превратило цветущие луга в маховые, удерживающие углерод болота. Теперь учу ошибка. В оригинальном тексте фраза обрывается. Предполагается, что речь идет о том, что ученые хотят использовать ДНК мамонтов для создания гибрида. Исправленный текст продолжается с учетом контекста. Теперь ученые хотят взять сохранившуюся ДНК мамонтов из замороженных останков, сравнить ее с ДНК слонов, выявить ключевые различия и создать новый гибрид. Что-то вроде того, что мы сделали с этими новыми детенышами лютоволков. Это был бы холодоустойчивый топчущий тундру, покрытый шерстью мамонтослон. Есть также странствующий голубь. Когда-то это была самая многочисленная птица в Северной Америке. Стаи были такими огромными, что могли закрывать солнце. Но мы истребили их к началу 1900-х годов. Последняя, по имени Марта, умерла в зоопарке в 1914 году. Но ее ДНК сохранилась в музейных образцах. Сегодня, используя искусственный интеллект и геномику, ученые работают над воссозданием живой птицы, которая ведет себя как странствующий голубь. Эти птицы могли бы помочь восстановить леса, распространять семена и вернуть часть утраченного неба. И, наконец, Тасманский тигр, полосатый волкоподобный сумчатый, который когда-то бродил по Австралии. Он был истреблен в 20 веке. Но его ДНК в изобилии. Музеи собрали шкуры, окаменелости и даже сохранившихся детенышей. Это был ключевой вид, стабилизатор. Охотник, который помогал держать экосистемы в равновесии. Его тоже хотят восстановить. Идея в том, чтобы вернуть вымершие виды с помощью искусственного интеллекта, генетического секвенирования и быстро растущего набора биотехнологий. Но все это нужно делать очень осторожно. Иначе виды могут дестабилизировать окружающую среду вместо того, чтобы ей помочь. С хорошей стороны, даже если мы никогда не вернем мамонта, эти исследования уже спасают жизни. Например, северный белый носорог. Их осталось всего пять и только один самец. Вымирание практически неизбежно. Но с использованием сохраненных клеток и техник клонирования ученые работают над восстановлением популяции. В любом случае, похоже, мы вступаем в новую эру биологии. И это открытие запустит разговор, который будет продолжаться десятилетиями. Субтитры создавал DimaTorzok